Друзья, всем привет! Джук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Прежде чем начну, хотел бы поделиться с вами довольно интересной идеей, довольно важной идеей, которую мы хотим запустить в криптокомьюнити. Для того, чтобы начать все это дело, действительно, очень прошу вас поучаствовать в вопросе, который будет чуть позже. Постараюсь совсем кратко. Смысл в том, чтобы открыть благотворительный фонд под эгидой криптокомьюнити. Во-первых, для того, чтобы помогать людям, а во-вторых, для того, чтобы другие люди видели то, что криптовалютное сообщество – это там не сообщество жуликов и воров, наркодилеров и тому подобное, и они делают довольно благие вещи. В вопросе сверху я попрошу вас ответить на вопрос, готовы ли вы вкладывать свои деньги в благотворительный фонд. Соответственно, будут делаться все отчеты о том, как и кому была осуществлена помощь. И, соответственно, уже мы поймем, есть ли смысл нам официально регистрировать некоммерческую организацию. Соответственно, какие объемы мы будем получать под данную деятельность. Поэтому прошу, пожалуйста, со всей серьезностью ответьте на этот опрос. В прошлом выпуске я давал краткосрочный прогноз. Мой краткосрочный прогноз заключался в том, что мы с вами пойдем на уровень 5750 долларов. Мы на этот уровень пришли, но далее я ожидал движения в консолидации в боковике. На этом мы увидели то, что на уровне сопротивления довольно неплохом у нас с вами появились объемы на покупку. Объемы, которые нас выкинули за уровень 6200 долларов. Здесь, конечно, я признаю свою полную фиаско. Я такого даже не мог предположить. То, что мы с вами пошли на уровень 6200 долларов, ну, это на самом деле ничего сверх страшного. Там нету таких сверх сопротивлений, которые, ну, невозможно пробить. Очень странно то, что нас выкинули до уровня 6400. Там уже, извините, пожалуйста, есть очень серьезные сопротивления. Ну, вот говорю, как есть. Я даже не мог предположить, что нас могут отправить на тот уровень без каких-то значимых коррекций. Понимаешься? Да, закидывать объемы в данной ситуации смысл есть, конечно. Чтобы набрать вот этих пассажиров и их еще как бы еще сильнее порезать. Вот. Ну, плюс, соответственно, я хочу сказать, что сейчас только ленивый не кричит о тузымуне. Лично в моем представлении уже было бы правильно начать срывать позиции стопы тузымунщиков. Но что есть, то есть. Давайте с вами посмотрим, какая реально сейчас глобальная ситуация у нас рисуется на графике. Соответственно, мы с вами возьмем глобальный график с уровня 6000 долларов. Обозначим все сопротивления и поддержки. И обнаружим то, что мы действительно пробили довольно серьезную поддержку. Это 6400 долларов. И сейчас, в принципе, рассматривая данную ситуацию, данный пробой можно рассматривать как ложный. Но в ближайший день, максимум 2, мы с вами должны увидеть коррекционное движение до 5900 долларов. Если мы с вами не увидим данное коррекционное движение, и актив сейчас у нас выйдет в консолидацию, увы, далее у нас не будет серьезных сопротивлений. Причем, хотел бы обратить ваше внимание, то, что продажи есть, продаж много, но все продажи выкупаются. Ну, а давайте абстрагируемся от моих соображений и рассмотрим, что же будет, если мы с вами закрепимся на уровне 6350-6400. На самом деле, у нас нету больших и серьезных сопротивлений от этих уровней, и там уже нас действительно могут протянуть вплоть до уровня 7000 долларов. Но, друзья, в это движение я абсолютно не верю. Да, может, я не прав, но я тогда не могу понять, на каких основаниях кропами исключительно манипулятивных, извините, я не ванга, я не могу читать мысли манипулятора, я отталкиваюсь от данных рынка. А данные рынка абсолютно показывают то, что сейчас идет жесточайшая манипуляция, набираются пассажиры в поезд, но и уже, учитывая то, что мы пошли на уровень 6400, даже боюсь представить, какой здесь можно ожидать падения. Я очень сомневаюсь, что это будет какая-то там очень такая слабенькая коррекция, и там какое-то, ну вот, знаете, нисходящее спокойное движение. Мне кажется, это будет прямо обвал, это будет жесточайший срыв стопов, ну, по крайней мере, лично я вижу такую ситуацию. На данный момент глобальными поддержками активы выступают уровни 5900 долларов и 5600 долларов. Я считаю, что в краткоросрок мы должны будем как минимум дойти до уровня 5900 долларов, но говорю, если не пойдем до этих уровней, это, конечно, очень прискорбно, и, в принципе, наверное, это и нужно маркетмейкеру, то есть ввести в полный ступор, и действительно в какой-то степени правила игры меняются. Плюс здесь я хотел бы обратить внимание на то, что у меня, в принципе, еще есть поводы полагать то, что у нас будет довольно жесткий откат. Это ситуация с альткоинами. Ситуацию с альткоинами мы сейчас разберем, но вначале хотел бы сказать несколько слов о спонсоре выпуска. Я хотел бы, чтобы вы послушали эту рекламную интеграцию, да, она оплаченная, но штука на самом деле кого-то может заинтересовать. В отличие от ICO, IEO имеет ряд преимуществ, а главное, биржа берет на себя обязательства по листингу монет после их продажи вкладчикам. При этом бирже оценивается инвестиционная перспектива проекта. Разумеется, риски есть, но вы должны понимать то, что данные риски уже ставят под прицел репутацию биржи, и, в принципе, все, кто участвовали в IEO, смогли увеличить стоимость своих активов. Известная сингапурская биржа KuCoin создала площадку для публичной продажи токенов IEO. Платформа называется KuCoin Spotlight и доступна всем пользователям биржи KuCoin. Одно из самых известных событий – это IEO Multivac, которое прошло за 7 секунд и собрало более 3,5 миллионов долларов, а инвесторы сделали 3X и более. Следующий токен сейл будет 14 мая у монеты Trials. Trials – это блокчейн-проект для смарт-контрактов на основе надежной сети. Все подробности по участию в этом IEO вы найдете по ссылке в описании, а мы продолжаем. Что касается ситуации с альткоинами, то она весьма странная. С одной стороны, конечно, она меня радует, потому что основное количество активов у меня находится в эфириуме, и, по сути, у меня как бы и нет никакой упущенной прибыли, потому что средняя стоимость продажи активов у меня составляет 169 долларов, а сейчас актив стоит 172 доллара. Но серьезно, довольно странно то, что при таком бурном росте, при таком вливе объемов на биткоин у нас не растет альта. Объясню, почему она должна расти. Потому что, как правило, когда у нас один актив стоит, а второй актив становится дороже, инвесторы всегда пытаются более дорогой актив реинвестировать в более дешевый актив для того, чтобы получить больше монет. Это абсолютно логичная тема. Соответственно, как правило, когда растет, особенно когда растет биткоин, у нас сразу топовая альта за ним начинает рост. Хорошо, предположим, что сейчас у нас такая вот ситуация. Маркет-мейкер тянет чисто биткоин, а альту ему пофигу. Почему каждый раз, когда мы доходим до какого-то знакового уровня, у нас идет хотя бы микро-локальные откаты, у нас не переливается биток в альту. Ответ здесь я вижу довольно простой. Потому что биток, который сейчас движется вверх, в большинстве своем не принадлежит трейдерам мелкой и средней руки. И то, что мы сейчас видим, это абсолютное введение в заблуждение. Еще раз напоминаю, что на этом канале я делюсь своими соображениями. И мое мнение, оно там не последняя истина во всех инстанциях. Но я хотел бы, чтобы вы этот момент тоже учитывали. Есть ли смысл сейчас рассматривать покупку альты? Не вижу никакого. Потому что для того, чтобы рассматривать покупку альты, у нас с вами должен быть хотя бы выход из боковика, который будет показывать то, что активы с биткоина переливаются в альту. Хотя по факту, когда проливается биткоин на таких объемах, альта тоже должна литься. Потому что все начинают выходить в фиат, как в более стабильную валюту на откатах. Что касается точек входа и выхода, так же не вижу. Считаю, говорю, считаю за себя. Вот сейчас только точка выхода по биткоину. По альте пока нельзя сказать. По альте в любом случае у нас есть куда падать. И точки входа, по крайней мере, по эфириуму на уровне 142, я уже обозначал, туда мы должны будем прийти. Ну и сейчас вот на этой панике, на этой тряске, в момент, когда даже, ну вот я говорю, что я довольно неплохо разбираюсь в рынке, но я понимаю, что меня дурят. И нету какого-то однозначного развития ситуации. То есть мы сейчас дошли до серьезного сопротивления, очень серьезного сопротивления, на нем действительно остановились. Но, в принципе, то, что мы дойдем до этого сопротивления без коррекции, это уже очень странно. И говорить сейчас однозначно то, что это ложное пробитие, довольно сложно. Но выглядит, лично для меня, абсолютно ложным пробитием, с дальнейшим очень резким откатом и очень большими слезами. Поэтому лично я держу себя в руках, не вскакиваю в рынок ни в коем случае. Есть золотые парашюты, все-таки я решил их оставить, тоже не буду трогать, даже если у нас сейчас пойдет глобальный откат по рынку. Ну, надо иметь какую-то выдержку, я уже, наверное, на генетическом уровне она у меня уже, эта выдержка есть. Поэтому, в принципе, буду входить только, когда будут хорошие точки входа и выходить, когда будут хорошие точки выхода. Сейчас вот на этих вот американских горках, ну, у меня есть чувство самосохранения. Понимаете, у меня немалый депозит для торгов. И рисковать сейчас вот так сильно, ну, я лично не готов. Все, своими соображениями поделился. Все ссылки в описании. Если было видео полезно, палец вверх. Если не подписан на канал, подписывайтесь. Оставляйте свои мысли в комментариях. Работаем. Субтитры сделал DimaTorzok